еще раз здравствуйте да 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 здравствуйте здравствуйте это техническая штука девочки эфир не сохранился поэтому кто был на эфире тот молодец да прям беда нет часть 1 не сохранилась благо дело мы рисовали на листке сейчас я продублирую на типсе ждем всех у нас было более 70 человек вроде бы печаль это не то слово я сейчас вообще шоке сижу у меня iphone перегрелся просто но сейчас также будет теория как бы я покажу вам теорию любом случае но только уже в нем не на бумаге да хорошо что вы попали на эфир видите иногда на эфире надо быть ура я успела посмотреть от рисовать бумаги да сейчас подождем всех девчонки потому что очень конечно обидно но iphone меня уже не терпит это я смягчила как можно так одни мысли что делать но мы сейчас на типсе будем рисовать вот видите очень на своих эфирах я показываю вот такие еще вещи разные но вот к мультяшкам поэтому а сейчас еще вот дополнение у нас стики появились вот так не в таком виде стиков у нас будет будет наш мастер не всегда получается попасть на прямой эфир но видите значит вы не просто так сюда попали ведь сегодня еще и скидка на курса видите как круто те кто не просмотрит первый эфир даже не знает об этом снова висит висит у всех висит девочки сейчас перезайду если висит . скажите я здесь висит картинка или нет у меня все нормально пишут нет не висит все девчонки в принципе вижу всех тех кто уже был значит остальным в принципе это не надо итак давайте начнем тогда почти нарисовала на типсе умничка умничка золото просто золото сейчас я еще протру потому что айфон что-то там вообще очень некрасиво себя повел он у меня уже устал ему нужен отпуск не висит итак поехали первое что мы делаем да как я вам объясняла круг немножко сюда и круг мы не полностью рисуем да а штрихами рисуем то есть вот в таком круг небольшой не рисуйте большой круг потому что потом его стирать мы стирать не будем у нас закраситься нарисовали первый круг так должно быть лучше видно далее что мы делаем дан сейчас вот схема идет не переживайте далее мы делим на три часа то есть здесь мы поделили на треть на три части то есть на две части и потом на третий вниз ушли и нарисовали здесь первую линию нарисовали далее точно такого же размера да ну если вот от серединки брать вот здесь делаем полукруг чуть-чуть такой то есть эта страна у нас побольше девчонки почему она больше потому что это передняя часть то есть мы ее видим глазки у нас здесь будут и первый глазик у нас самый крупный крупный помните да вот чтобы здесь расстояние небольшое осталось мы рисуем первый глазик в виде яичко такого но не совсем яйцо конечно понятное дело да те кто только присоединяется на эфир давайте познакомимся меня зовут ульянова неля вот первый эфир у нас удалился самостоятельно он посчитал что это не нужно и здесь маленький гладик рисуем маленький кружочек рисую маленький кружочек нарисовали и между ними нарисовали дугу от этого от начала до сюда ее можно уже такую знаете более яркую нарисовать далее у нас идет то есть вот к этой части у нас идет такой боковой части до полукруг это наша улыбочка вот такой дальше что мы делаем от этой части до вниз ведем вниз небольшое только помните я переборщила в первой части сюда вниз идем даже чуть пониже можно было ну ладно посмотрим есть что добавим здесь получается от круга от нижней части кругом мы рисуем вот такую дугу и соединяем их после этого мы рисуем вторую от серединки то есть у нас такая ну небольшая будет видите небольшая часть помните об этом с этой стороны и дублируем ее с этой стороны блин я немножко даже под расстроилась если честно что удалилась первая часть после этого мы нарисовали эти части да вот здесь тоже полукруг такой ну вот после этого мы рисуем нашу улыбочку рисуем улыбочку вверх то есть у нас какая была на бумаге ошибка да то есть мы должны чуть-чуть вверх такой овальчик полу овальчик нарисовать он чуть-чуть заостряется вниз уходит и уходит получается смотрите вот сюда так отодвинуться ну блин хотелось там такое прям подробное же объяснение было поэтому ну ладно все что не делается делается к лучшему сюда вот у нас уже наметок нашего клюва да сейчас сейчас подточу карандаш потому что он забился матовым топом то есть если у вас карандаш перестает рисовать значит он забился матовым топом на нарисовали вот этот полукруг до после этого у нас идет с вами улыбочка вот от этого круга у нас идет волна то есть от серединки вниз вот к этой к этому месту идет раз волна вниз уходят вниз уходят и поднимается наверх вот сюда к этой части вот так видите все уже улыбка есть у нас далее у нас идут бровки первая бровка над этим глазиком чуть повыше вот такая далее у нас идет вот здесь бровка бровка смотрите полукруг здесь и вниз очень хочу посмотреть ваши отработки девчонки действительно это для каждого инструктора это просто важно да поэтому нарисуйте отработайте вот таким образом и мы рисуем головушку головушку рисуем откуда вот из этой до где мы бровку нарисовали из серединке бровки идем на возвышение к этой брови вот сюда и отсюда да здесь у нас уже голова она круглая у нас да идет вот к этой части вот здесь вот эту часть кстати можно чуть-чуть даже по побольше пошире сделать я вот хочу ее пошире сделать вот таким образом после этого мы вот здесь получается получается за круглая и закруглили вот он у нас уже вырисовывается шапочка шапочка идет из серединки вот отсюда палочку поставили закруглили ее вниз и где-то вот на макушечку не на макушечку она затылочек завели вот это наша будущая шапочка я сейчас вам просто покажу ее делайте скрин можете в личку попросить конечно я могу сфотографировать вот скрин делаем а так в личку можно все можно спрашивать я всегда отвечаю я очень рада своим подписчикам и общению со своими подписчиками честно для меня это очень очень важно следующий этап то есть у нас смотрите вот отсюда да идет такой круг на возвышение это шапка его так подождите мне потому что айфон опять мне кажется нагрева нагревается девчонки ну вот вот отсюда у нас идет такой полукруг вот идет на возвышение потом он у нас идет вниз волной до середины вот где-то ну до конца если на три части до третьей части идет далее у нас идет смотрите раз разворотик и в шапочку уходит вот сюда вот таким образом вот спасибо далее все мы нарисовали это да мы нарисовали ну вот у нас получился вот такой глазки прорисовываем прорисовываем более тщательно глазки раз и здесь зрачок два здесь тоже самое раз и два вот нарисовали у нас ночь уже поэтому рисовать утром буду хорошо рисуйте утром даже утром это хорошо смотрите все клювик у нас прорисован и вот здесь появляется вот такая маленькая маленькая но здесь просто мало места раз вот здесь все далее у нас появляется челка он а то лысый такой у нас облысел бедненький да рисуем челочку в одну сторону на нее накладываем вторую челочку да и третья она у нас идет как бы кверху и сюда заходит в бровку у нас ночь красавчик да и мне кстати на типсе больше даже нравится чем на бумажке далее смотрите отсюда да из шапочки у нас идет такой треугольник я его вниз опущу потому что он у меня не поместится иначе вот я рисовала по середине типса чтобы у меня смотрите в развороте он был здесь сюда смотрел то есть всю заднюю часть я оставила на заворот это очень важно иначе если вы сюда нарисуете его вы даже не сфотографируете эта запись останется первая запись к сожалению удалилась вот нарисовали да ротик ему нарисуем ротик нарисовали смотрите в одну сторону полукруг такой и в другую сторону вот вот этот наш такой язычок скажем так да только я его что-то острием как у змеи рисовала ну ничего это все закрасится вот в принципе у нас получился вот такой красавец да можно здесь вот заштриховать чтобы вы его сразу увидели заштриховать наши глазки чтобы вы уже понимали вот он его вот никого не рисовали мы рисовали его на типсе вот вот такой у нас он получился красавец красавец далее что мы делаем у нас у всех есть программа пинтерест да и мы берем такую фотографию да чтобы она была похожа вот я нашла у меня вот такая фотография опа стоять вот для чего мы это делаем да в пиксарте нет пинтерест да пинтерест сейчас я вас заговорю смотрите для чего мы это делаем есть вариация двух рисунков первая вариация рисунка это тогда когда мы рисуя без тени как первый рисунок и второй она вторая вариация рисунка это тогда когда мы добавляем тени посмотрите у него здесь в глазах глазки синие да шапочка затемнением у нас ротик с тенями Так вот, я вам покажу два варианта. Я покажу вам вариант тогда, когда вы не умеете совсем рисовать, и вы не будете тени рисовать. И второй вариант тогда, когда вы умеете уже тени рисовать, и вы добавляете тени. Ну и те, кто не умеет, возможно, научатся по моему мастер-классу, но это невозможно, а научатся по моему мастер-классу добавлять тени. Я объясню откуда, что и куда. ну вот поэтому вот мы выбрали картинку и начинаем по ней рисовать дальше это же стик у нас поэтому мы начнем первое из чего то есть мы сначала сделаем обводку до обводку делаем ну где-то миллиметр пускай она у нас будет обводка вниз идет и сюда то есть это наш стик и теперь дублируем каждую линию которую прорисовали ее просто дублируем раз здесь дублируем вот здесь дублируем сюда здесь такой полукруг потому что до дублируете именно такими же фрагментами как наш дональд дак сюда сюда мне вот эта идея стиками очень 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 понравилась сюда и вот сюда вот да обязательно должен типс похож быть на мой нарисовали и первое с чего мы начнем смотрите далее делаем с вами скрин тех гель-лаков которые нам нужны а нам нужно всего-то белый черный розовый красный желтый рыжий синий темно-синий и обязательно топ с липким слоем кто бывал у меня на эфирах знает топ поставили топ у нас именно дональд дак со стиком в принципе если хотите рисовать без стик господи ради бога рисуйте как вам угодно просто нарисуйте его красиво и все и первое с чего мы начнем смотрите в топ добавляем беленького цвета до беленький такой прям чтобы он беленький но он такой полупрозрачный был беленький то есть не сильно плотный чтобы он не съедал все и помните топом когда перекройте он еще станет ну менее белым вот таким образом все сделали и первое с чего мы начнем да это с нашей окантовочки раз подтянула девочки а всем видно все хорошо видно а то у меня экран очень темный я даже не понимаю как так и делай что-то зависло опять у меня сейчас две секунды отлично все все хорошо и смотрите мы начинаем белую окантовочку девчонки аккуратненько да не толстым слоем делаем окантовочку раз-два то есть мы уже окантовочкой выделяем нашу . у мизинца должна быть обязательно опора если не будет опоры то ничего девчонки не получится отлично все сейчас норм а хорошо здесь рисуем окантовочка помните да где-то ну миллиметр не больше не надо ровненько только ее нарисуйте ее конечно можно потом еще беленьким обвести в принципе развернули типс чтобы было удобно раз нарисовали честно я думала что 30 число завтра вообще молодец красотка девочки все меня знают все на меня подписано расскажите кто здесь находится с кем-то то мы уже пообщались я видела девчонок из своих в принципе со своей странице но со многими если мы не знакомы меня зовут ульянова нелли я инструктор преподаватель и основатель своей студии неснейл сейчас у нас новое события и открывается интернет-магазин качественные материалы будут по доступным ценам всем моим ученикам будет скидка кто у меня прошел курсом курс у меня есть разные видеокурсы сейчас качественно снята то есть это не на телефон снята а видеографом вот таким образом у нас получился да да это отлично ну вот и сегодня у каждой из вас есть шанс приобрести эти видеокурсы по очень приятной цене вот полторы тысячи за один курс курсы максимально подробные с моим видением и с неограниченным доступом что немаловажно то есть вы можете повторять смотреть такое редко бывает у инструкторов дают то есть какой-то только срок я даю своим девочкам срок хороший без ограничений отрабатывайте и потом получаете диплом вот и также у меня сейчас выходит онлайн и курса это по китайской росписи которые я очень люблю игра ван это вензеля плюс градиент вот многие девочки в первом эфире писали о том что с моих мастер-классов то научились рисовать вензеля жалко говорю что не сохранилось только там приятного было одно видео до три курса получается один курс полторы тысячи и в лампу я никогда свои курсы не буду продавать не по 300 девочки не по 400 рублей во первых это ведет к тому что я смотрела вот буквально недавно рекламу в инстаграме там девочка продавала курса там что-то по рублей 300 ну честно я жалею тех кто эти курсы покупать девочка сама не умеет рисовать но она уже пытается а девчонки молоденький чем вы покупаете а потом думаете что все видеокурсы плохого качества на самом деле это не так но хорошие качества никогда не будет стоить там три копейки мои в обычная цена этих курсов 7 ну вот и 6 тысяч рублей дешевле их смысла нету продавать потому что мы должны понимать что повышение квалификации это очень важно у меня сейчас сушится девочки повышение квалификации это очень важно вы никогда не заработаете нормальные суммы если будете делать но плохие ногти до соответственно чтобы делать хорошие или натаскаться и сделать какой-то опа высохла все смотрите и теперь что мы делаем сейчас мы с вами ну вот перекроем это все опять же таки матовым топом для чего я это делаю первый раз когда я рисовала я не прикрывала матом топ мне потом пришлось это перекрывать поэтому в этот раз я перекрою сразу вот и очень тонким слоем перекрываем и поэтому те люди которые себя уважают и действительно учат они никогда не будут продавать свои курсы за три копейки либо эти курсы знаете как я купила онлайн курсы только пошли я решила тоже купить вообще как это все происходит интересно же было я купила а там снят на iphone причем мне кажется это iphone там пятерка или шестерка вообще такого самого вот перекрыла и в лампу ну вот да это правда вот я с вами научился рисовать вензеля спасибо что вы здесь купила и короче я плевалась это вообще это такой трешняк был я смотрела на это и думал господи люди еще не стесняются это продавать смотрите далее что мы делаем то есть мне сейчас типс просушивается и мы берем белую гель краску для глазок мы можем сразу же в принципе да вот сюда в эту точку смешать голубой и сделать такое смотрите голубенький цвет то есть это наши глазки до будущее они не должны быть сильно голубые на клиенте также с карандаша не следует во время с карандаша что с карандаша мы это все топом будем перекрывать если вы это делаете на клиенте да смотрите зачем еще раз топ сейчас объясню потому что у нас у нас с вами вот этот стик он должен быть матовым первый раз когда я делал я топом не делала я же говорю я первый я все рисунки рисую в прямых эфирах первый раз и какая была ошибка я короче это все сделала ну вот и мне пришлось потом топом только здесь перекрывать так я еще на матовый вот на этот белый зашла и он у меня практически не как стика я хочу яркий стик соответственно я перекрыла его поэтому у него такая красивая матовость я потом по этой матовости еще беленьким пройдусь и у меня будет настоящий стик а там был не настоящий стик ну вот далее что мы делаем белый гель-лак мы берем да и заливаем именно каждый элемент вот каждый элемент который у нас есть первый элемент да это наша шапочка мы обводим нашу бровку мы обводим нашу эту как его нашу головушку раз и здесь прорисовали не важно каким можно конечно черным сразу залить потому что это черные но я заливаю белым сначала то есть я должна видеть по элементам да конечно ну конечно лучше карандашом нарисовать нет кто-то из инструкторов рисует сразу белым цветом а еще коричневым цветом рисует мне удобнее белым во первых для чего я белый мне удобнее карандашом я потом белым заливаю и у меня получается что каждую часть я вижу понимаете вот я просушила и теперь элемент допустим вот этот мне надо элемента я его вижу я только один и у меня каждый элемент живет своей жизнью понимаете в чем дело то есть вот каждый элемент у меня будет и для каждого элемента у меня может быть свой цвет я никогда не запутаюсь если вы сделаете все просто сейчас белым зальете вы во первых потом не поймете свои пропорции и все остальное зачем это вам надо карандашом нарисовала залила светлым а потом уже закрасила как раскраску вот сделали аккуратненько аккуратненько уже есть возможность да все это сделать убежала ну вот есть возможность все это сделать аккуратно у нас даже от карандаша уже такая некая окантовочка видите есть тень как бы падает там здесь нарисовала в лампу положила лампу фиксируем всегда в лампе фиксируем ну буквально там 5-7 секунд но зато вот тогда не закончила я про курсом тогда когда я купила вот этот курс какашку да зато для себя учила какие курсы мои не должны как мои курсы не должны выглядеть чтобы вот так их не обсуждали поэтому я взяла видеографа который мне снял мы снимали практически там целый день курсы сами там по два часа где-то два с половиной один три вроде часа ну вот у нас большая обширная теоретическая часть и обширная практическая часть со всеми нюансами со всеми делами ну то есть я тоже брала онлайн курса там где знаете это как мастер-класса а я привыкла даже мастер-классы подробную рассказывать видите чтобы вы все знали и у вас точно получилось смысл быть инструктором и не рассказывать подробно я же хочу результат от вас видеть мне это интересно китайка тоже будет кстати но она будет не видео формате не в таком она будет на закрытой платформе ну вот и там будут уроки там уже будет виде мастер-классов вот таких она будет и в онлайне и в записи я очень люблю китайку в лампу подсушила сушите нормально потому что белый 5 секунд фиксируете ну вот сейчас я толсто положил я обязательно 30 секунд зафиксирую потому что белые цвета белые гель-лаки бывают так в складочку то есть они жмурятся об покрасила нарисовала ему язычок и видите как я сначала сверху потом снизу рисую то есть элемента вот раз и два нет не видно у нас же еще прорисовочка с вами темные будет вообще ничего не видно будет не переживайте ничего не будет видно у нас же прорисовка еще черным прорисовка еще белым будет уже по финишу тогда потому что все наши переходы которые мы сейчас будем делать мне сейчас будут на экране прям живые такие яркие достаточно когда мы топом у нас есть волшебный топ да мы топом перекрываем там все так четенько там все так гладенько там все так круто вы даже сами удивитесь как это становится то есть преображается в любом случае мы и душу в живем в нашего да вот это место можно было уже голубым но и ладно я уже белом начала не буду белым сейчас прорисуем потом тогда голубым по нему раз и закрашиваем то есть заливаем цветом до достаточно плотным цветом но не толстым если толсто зальете я же говорю все вздрона ныщется и он должен такой многие другие допустим люди они смешивают белый сразу стопом такое тоже возможно но я работаю по липкому слое и мне нравится сначала топом а и сначала просто беленьким таким заливать раз здесь вот гладик разверну чтобы мне удобнее было то есть сколько инструкторов на самом деле столько об я убежала столько и техник девчонки когда вы рисуете обязательно фиксируйте мизинец если у вас не будет зафиксирована мизинца вы никогда не нарисуете да вы никогда не нарисуете красивую линию вот гладику нас и посмотрите глазик вы видите здесь на заужение здесь на расширение здесь наоборот на заужение здесь на расширение потому что этот глазик вдали а этот глазик вблизи и чтобы они гармонично выглядели они должны быть именно так нарисована так и буду куда деваться это гель-лак или гель-лаки это все гель-лаки но беленький в принципе вы можете нарисовать и гель красками а подай пожалуйста мультяшками яичко сейчас я вам еще мультяшек покажу прикольных полочки так дальше заливаем дальше заливаем можем залить либо вот эту часть да вот смотрите я еще мультяшек вот таких рисовала то есть если вы хотите отработать да можно эти яички показать вот смотрите сейчас я просто на просушку закину чтобы он как раз сох пока разговаривать смотрите какие мультяшечки тоже вот те же самые клювики вот такой том у нас здесь получился еще мастер-класса кстати не выкладывала скоро буду выкладывать да вот такие мои деточки очень люблю их ну вот еще яичко делала вот такого плана все можете на моей странице посмотреть вот с девочкой с такой на пасху смотрите какая красота видите и а я их видела у вас да и вот такой яичко он тоже стразики очень все все только что что можно в общем да так давайте отвлеклись просто пока просушка было и смотрите далее а клювик сюда уходят и сюда на пустые конечно да с них желток белок все удаляется шприцом и потом разрисовываете вот посмотрите и мы здесь сразу видите и складочка здесь появляется если надо притяну еще сюда немножко и эту часть под глазиком часть вот это место не забудьте обязательно да ты здесь он улыбается у нас вот эту часть она выпукла и закрашиваем прям ведем тянем смотрите если вы боитесь потеряться вы можете только до этой части сделать да вот так а потом уже залить следующую часть чтобы вы понимали где у вас вот эта линия то есть можно даже вот так сделать соединить но эту часть пока что не заливать вот заливка в этом и хороша понимаете вы по частям заливаете и вам потом просто как ребеночку да надо будет раскрасить браво аплодируй стэ спасибо очень красиво да я тоже видела яйца да пустые пустые девчонки вот они видите пустые здесь он выпилена в общем далее просушили и заливаем следующий элемент вот этот как раз да здесь вот можем поставить капельку и посмотрите при большом при рассматривании я как раз вижу то что вот у меня пошло да и вот здесь вот вот так то есть я сразу себе намечаю где что у меня и как чтобы я понимала как мне дальше раскрашивать потому что это важно лампу после этого мы берем и заливаем следующий элемент то есть вот и этот элемент и так по аккуратненько понятное дело на клиенте можно это все сделать сразу цветом да я вам показываю как это удобнее сделать на клиенте можно сразу белый смешать но тогда знаете как лучше пастельками заливать заливку делать теми цветами но это мне кажется дольше намного вот опять же таки такие дизайны они не столько сколько на продажу я вам могу сказать да а сколько для тренировки своих навыков потому что вот эти все растяжки эти все но один вот у нас сорвался и не сохранился к сожалению поэтому не могу сказать как мой iphone в этот раз себя поведет ну вот вот эти все растяжки плавные переходы света тени вы научитесь сделать только вот на таких элементах да и вот на таких вещах то есть а потом вам любой рисунок то это цветочек что это бабочка без разницы вам настолько легко будут даваться вы даже сами удивитесь как так она же все настолько легко 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 ну вот действительно прям ну легко потом главное начать вот эти части потому что это важно это ваш навык такими рисунками такими дизайнами вы просто повышаете свой уровень плюс вы можете эти рисунки отрисовать и если действительно ваш клиент хочет вы показываете типсы а на этих типсах уже есть цена этого рисунка цену рисунку очень многие спрашивают да сколько должен такой дизайн стоить никто вам на самом деле не даст этого ответа сколько во первых все зависит от того во сколько вы свою стоимость оцениваете работу это раз во вторых зависит от того если у вас портфолио уже с этими дизайнами это два если у вас нету портфолио извините с чего тогда у вас должны покупать чтобы сделать портфолио что нужно сделать нужно отрисовать как человеку сказать вот заплати мне там я не знаю там какие-то заоблачные суммы некоторые инструктора да говорят там 500 рублей за ноготь если бы мы всем делали женам олигархов такие дизайны да я соглашусь да это мне кажется жена олигархов достаточно экономная женщина и за 500 рублей рисунок они не будут делать они какую-нибудь фигню лучше сделают ну вот а мы работаем с кем мы работаем с обычным классом то есть это из магазина магнит продавец да это человек который работает на железной дороге это еще ну очень много людей которые разные человек который работает на заводе у которого зарплата там 17 тысяч рублей не все у нас из москвы да и в москве тоже там есть разные классы правильно и соответственно этот человек будет готов за рисунок платить ну скорее нет но есть те клиенты которые хотят однозначно рисунок и они готовы вам заплатить но для этого сначала его нужно отрисовать есть такие девочки которые хочу хочу и басты и невозможно ну без разницы но в любом случае сначала надо на клиенте попробовать сделать портфолио у меня покупают все девчонки у меня во первых начнем с этого у меня стоимость дизайна то есть я поставила сумму которая меня устраивает и мои клиенты это больше мои модели но платят они не как модели понимаете я поставила уже такую сумму которая меня будет устраивать что мне не будет жалко и нарисовать то есть у меня сумму допустим две с половиной тысячи рублей да ну вот и туда я и могу хоть мультяшек нарисовать хоть обезьянок нарисовать что она захочет и нарисую но зачастую ко мне клиента приходит и говорят делай что хочешь почему потому что они знают что любой мой дизайн это не будет если делали что хочешь это будет белый френч нет это будет какой-то рисунок такой клёвый да соответственно они уйдут с классным дизайном и я могу сидеть понимаете я могу ногти делать за полтора часа моделирования я могу делать коррекцию допустим за полтора часа даже самая быстрая коррекция это час двадцать сарочные были ну вы понимаете да это арки то есть это необычные это арки час двадцать это очень хорошая скорость а я могу делать ее четыре часа все зависит от клиента от того сколько мы болтаем сколько мы пьем кофе сколько мы и ко мне клиента приходят расслабляться и я с ними расслабляюсь поэтому я с какой цены начинать работу в зависимости от вашего региона если вы живете в городе где население у меня допустим население в городе сто восемьдесят тысяч человек какое население у вас вот отсюда и конечно ну конечно вы можете сразу нет смотрите здесь прайс двух видов бывает есть прайс как в ресторане знаете да что такое прайс в ресторане все знают что такое прайс в ресторане надо высчитывать от времени в процентах да да я считаю что да ну вот ну если вы из тольятти у вас там ценники нормальные от 1000 не меньше в любом случае начинайте да я могу от 2 до 4 работать в зависимости от клиента и мне никто не скажет что это неправильно это правильно мне так удобно смотрите далее что мы делаем далее мы заполняем уже цветами то есть мы начинаем раскрашивать вот есть наш фундамент и теперь мы начинаем раскрашивать нашего утенка цена у всех разные вкусы у всех разные вы же не можете если вы работаете на товаре с алиэкспресс на лампе дешевый у вас вообще стоит одна лампа допустим да это ножная это знаете когда я только начинала работать я расскажу короче когда я только начинала работать была такая ситуация я купила первую лампу свою ну только отучилась и купила первую лампу ну потом я купила 36 ватт на тот момент были уф лампы я короче купила лампу такой маленькую с одной лампочкой ну понятное дело что она была для педикюра как выяснить потом мне об этом никто не сказал потому что продавцы не квалифицированные были ну вот и соответственно вот и у меня был гель блин джесны не джеснейл подождите капачино у меня был тот момент ну и соответственно ценник у меня был 500 рублей понимаете а тогда когда я перешла на люксовые марки допустим такие как магнетик да это очень хорошая дорогая марка даже по современным меркам она достаточно такая небюджетная марка ну вот и когда я перешла принесешь водички потом как раз закрасила и в лампу ну вот и понимаете тогда конечно у меня ценник подрос сейчас я работаю на среднем цену на средней ценовой политике по этим как его по гелям соответственно цена меня устраивает в любом случае даже на самом дорогом материале если вы делаете обычные классические ногти это три копейки меня в этом тоже никто не переубедит потому что я считать умею сколько я зарабатываю поэтому все зависит от региона все зависит от чего ну что вы покупаете какой материал покупаете на чем вы работаете если вы работаете на люксовых это одна цена если вы работаете на средних это другая цена если вы работаете на бюджетных это третья цена опять же таки в зависимости от того какой город сколько тысяч там человек тоже зависит от этого поэтому здесь все факторы ну вот дизайна по времени я говорю мне легче было вот есть прайса как в ресторане так далее вот вижу и дальше я но залью ему глазки видите таким полу голубым таким цветом и смотрите кто меня про карандаш спрашивал вы видите я сейчас вхожу в бордюры которые у меня образовались цветом и мой карандаш вообще виден не будет это на вопрос просто отвечаю которые запоминаю вопрос отвечаю что то мне здесь попалось до таким светло-светло-светло голубым потому что глазки у него голубенькие вот раз и сюда опять зависимости от того тоже цена какие вы ногти делаете сколько вы свое обучение уложили мои обучения никогда не были бюджетными они никогда не были бюджетных мастеров не в моем обучении лежит полторы тысячи рублей полтора миллиона рублей если я полтора миллиона рублей потратила неужели я буду пилить ногти за 800 рублей да ни за что в жизни я не буду их пилить а лучше на диване полежу и пускай мои дипломы меня греют понимаете котик да котик там мяукает поэтому здесь тоже сколько вы прошли обучение одно обучение или вы постоянно постоянно учитесь я до сих пор постоянно девчонки учусь сейчас вот эти марафоны это так круто что можно посмотреть на людей которым ты просто чисто физически не можешь доехать но ты можешь посмотреть их не мастер-класса смотришь их не мастер-классы берешь какие-то свои тоже фишки для своей работы даже мне сейчас столько я обучение прошла ну вот и мне все равно я считаю что мне есть чем учиться постоянно есть чем учиться это круто сейчас вот эти все онлайн-курсы я говорю но с онлайн-курсами конечно нужно быть осторожнее онлайн курс онлайн-курсу розница да очень надо смотреть на работу учеников допустим вот у меня вы можете зайти на мою страницу у меня есть альбом допустим да я еще правда их не дополнила до конца ну вот но у меня там есть отзывы учеников у меня есть там отработки учеников вы это все можете посмотреть до увидеть какой результат у девочек что вы деньги потратите допустим не просто так а девчонки некоторые просто заходят а еще одно очень важная вещь те кто сам красиво рисует не всегда допустим может вас обучить потому что инструктор преподаватель и мастер это совершенно разные вещи то как я допустим то как я доношу меня учатся все да а есть инструктора которые ну очень крутые работы делают да и ну просто я тоже на таких курсах была но обучают они никак то есть сами их ними работами можно восхищаться они очень крутые но их не объяснений их не донос то есть он ни о чем то есть вообще от слова вообще просто я у меня большой опыт говорю за девять лет я очень много желтым заливаем сначала я очень много как бы прошла да и знаю про что я говорю и здесь очень важно тоже инструкторов выбрать и отзывы посмотреть и посмотреть какие работы да как бы необработанные работы скажем тогда и вот чиня чин круто поэтому а повышаться девчонки по любому надо если вы не повышаетесь ну как вы можете цены поднять себе как вы хотите опять же таки многие мастера я могу сказать что у нас германии вьетнамцы от 40 минут до полтора часа за 35 плюс дизайн каким отдельным ценником и там толпы сидят да опять здесь все зависит от того как вы себя уважаете девчонки здесь действительно это такая тема знаете больная у многих что никто не зарабатывает я вот не поверю что ногтевик не зарабатывает даже самом говеном селе вот ну самом где там две тысячи человек ногтевик будет зарабатывать будет будет никогда без куска хлеба ногтевик не останется и все то что сейчас говорят всю эту пропаганду я вас научу зарабатывать вы принесите мне деньги а я вас научу зарабатывать вас никто не научит вы просто должны брать и работать повышаться и брать курсы не где ля 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 а где вам дают технику где вам четко рассказывает без воды все все о том как вам надо сделать чтобы вы сделали крутую работу от этой крутой работы у вас пришло много 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 клиентов потому что можно 150 ля 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 пройти как делать бизнес как делать то как делать 3 5 10 можно вообще всю жизнь заниматься инстаграмом и не работать при этом не пилить понимаете а можно просто взять курсы отучиться хорошо выполнять свою работу да и набрать клиентскую базу огромную клиентскую базу где вы будете пахать и пахать но там уже отдельная тема как перейти с паха не налад на лайтовые паха не в общем много я могу вам что рассказать про эту тему честно смотреть 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 искать я вот инструктор такой приходите ко мне а так искать ну искать я же до этого сказала отзыва надо смотреть надо смотреть ну хотя бы вот такие мастер-классы где вы видите как с вами инструктор общается понятно вам как он объясняет или он понимаете полосочку накрасил и убрал кисточку что-то там сделал потом обратно типс опа я убежала опять типс здесь заливаем рыжим опять что-то сделал и промолчал правильно то есть если он вам на бесплатном сейчас вот на марафонах вы можете столько себе инструкторов опять же таки выбрать да потому что сейчас вот на марафонов увидите как человек вам объясняет если человек вам бесплатно дает кучу информации то подавно что платно он вам еще более большую кучу даст понимаете и надо выбирать себе инструкторов хороших инструкторов не теряйте возможность учитесь пока опять же таки карантин давно вот девочка до этого вот сейчас карантин многие боятся пока карантин учитесь потом времени вообще учиться не будет я еще раз говорю смотрите смотрите их не устранить у смотрите как они доносят информацию это очень важно у меня есть курсы это star маникюр то есть это маникюр плюс глубокое покрытие с выранью ногтевой пластины да с глубокими я имею ввиду стык стык да они такие под кутикулу где потом через полгода вы лишитесь этого клиента ну вот потом скорость это верхней формы это моя авторская методика как я наращиваю на верхних формах и получается арки без арочных форм далее у меня есть сложная коррекция и все эти курсы идут поэтапно то есть первый этап это вот комби маникюр потом вы оттачиваете наращивание скоростное а потом вы делаете сложную коррекцию есть курс мастер под ключ кстати из тольятти ко мне девочки приезжали вот мастер под ключ у меня вообще второго числа начинается то есть через два дня ну вот и там как раз все это есть и онлайн курса видео курсы я создавала с той же с теми же характеристиками чтобы они были такие интересные розовенькие берем и розовеньким заливаем язычок ну вот у меня есть мастер под ключ то есть там первые деньги лак дизайн потом маникюр потом наращивание идет ну вот а здесь я тоже создала в принципе я так ошибалась не прослушала как ведет инструктор купила курса не смогла да и вот обидно понимаете обидно то что покупает особенно иногда за низкой ценой бегают но вот покупает курс а там ну что вы хотите неужели человек который себя уважает он будет свой труд продавать за три копейки нет не будет он вложил видео того же видеографа он потратил на это сутки он потратил на монтирование он потратил там на платформу да на какую-то рекламу свою в конце-то концов на свои знания если я полтора миллиона отдала да я не могу продавать за 150 эти курсы или купи два курса получи 3 в подарок да нет 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 вы же на этом все зарабатывать будете к вам пришел один клиент и вы отработали вам пришло два клиента вы отработали этот курс даже если у вас 700 рублей ногти стоит это вот и я здесь еще на наилгиве самую минимальную сумму ставлю так у меня со скидкой 75 процентов это 200 у меня дешевле полутора я никогда не делаю только для наилгива я проходила один курс онлайн очень довольна значит вам попался клёвый инструктор это радует это очень хорошо что вы довольны честно это безумно клёво что у вас нету горького опыта смотрите а дальше мы закрашиваем черненьким до черненьким мы закрашиваем все момента и если вы посмотрите то наш уже дональд акт дак он уже проявляется он уже красивый он уже такой молодец не забудьте что вот здесь у нас очертание да где она картинку тоже сможете перед собой держать да по которой раскрашиваем там по другой картинке ну вот то есть вот у него бровка да вот вы держите и прорисовываете это очень хорошо главное найти как бы своих инструкторов сейчас вот по дизайнам тоже решила много сделать потому что девчонки просят мне просто еще категорически времени на чего не хватает потому что я все и сразу поэтому я и говорю либо вы ведете инстаграм либо вы пилите либо выучите то есть что-то надо а вы будете историю продолжать на своем аккаунте какую историю у меня кисть рублев 2 0 но она выстриженная кстати вот в магазинах я сегодня подумала в своем магазине который вот сейчас в скором времени начнет действовать кисти будут будут кисти которые я сама лично буду каждую кисточку вырезать чтобы они все были рисующие кисти я вот приняла сегодня такое решение так не смогла слушать именно речь в основном все нормально было да у меня тоже бывает такое открываешь мастер-класс некоторые начинаешь слушать и думаешь блин нет все короче нет не могу а вы будете историю вы всегда трети сидят нет девочки сегодня я скорее всего не буду продолжать свою историю потому что это стики я просто хочу стиками сделать то есть без истории поэтому я еще буду повторять там винни-пуха скорее всего знаете да а может нет здесь я буду микки маус еще делает ну то есть набор из пяти типс у меня будет вот смотрите сейчас допустим дональда дака рисую потом его подружку да потом у меня есть уже этот вот этот песик господи забыла как я его зовут ну вот его и то есть ну вот эту серию мультяшек я нарисую именно в стиках закрасили зрачок и посадили его вот сюда девчонки вот сюда посадили вот видите чтобы зрачок такой был что с карантином когда можно работать в разных регионах по-разному кажется можно работать я не знаю зависимости от того где вы работаете если вы работаете на дому мне кажется и в карантин можно работать давайте правде в глаза смотреть с этим карантином уже как бы это немножко под надоели вся карантин 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 по факту непонятно смотрите вот 2 вот так отдалю чтобы вы понимали да вот у нас глаз глазен очки уже посажены вот они у нас вот здесь знаете хочу чуть 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 низушечку сделать более широкое вот когда у вас фире чтобы не пропустить девчонки знаете чтобы не пропустить мои эфиром короче когда вы подписываетесь под меня там внизу есть вот на подписке еще раз нажмите и там будет оповещение включить оповещение включить оповещение обо мне то есть и вам будут приходить когда я в прямом эфире потом когда я что-то выставила вам все сразу же придет подпишитесь просто на мои обновления это очень удобно и вы никогда меня не потеряете потому что она не всегда я объявляю мне все спонтанно получается честно я вот в этом как бы конечно мне надо чтобы четко знать в 7 часов вечера я выйду но честно ой девочки сейчас выхожу и захожу заново заканчивается у нас время